Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 24 апреля. В этот день во всемирной истории. В 1547 году испанский полководец герцог Альба разбил войска Шмалькальденской лиги в битве при Мюльберге. В 1558 королева Шотландии Мария Стюарт вышла замуж за французского дофина Франциско, будущего короля Франциска II. В 1903 родился русский поэт Николай Заболоцкий. В 1918 в ходе Первой мировой войны произошло первое сражение между британскими и немецкими танками. В 1938 на советские экраны вышла кинокомедия «Волга-Волга». В 1955 на Бандунгской конференции представители 29 стран Азии и Африки объявили о создании движения «Неприсоединение». 24 апреля 1558 года королева Шотландии Мария Стюарт вышла замуж за французского дофина Франциско, будущего короля Франциска II. Мария Стюарт родилась в декабре 1542 года в шотландском замке Линлидгау. Ее родителями были король Яков V и французская принцесса Мария де Гис. Уже через несколько дней после рождения дочери Яков V умер, не вынеса унизительного поражения шотландцев при Солуе Моссе в англо-шотландской войне. И Мария стала королевой. Для управления страной был сформирован Регенский совет во главе с графом Джеймсом Гамильтоном, сторонником сближения Шотландии с ее традиционным соперником Англией. Он начал переговоры о браке юной королевы с наследником английского престола. Однако в 1548 году Марии де Гис удалось устроить помолвку дочери с французским дофином Франциском. Шестилетнюю Марию Стюарт увезли во Францию. Французский двор, в то время самый блестящий в Европе, встретил юную невесту пышными торжествами. Ей обеспечили превосходное образование. Мария изучала французский, испанский, итальянский, древнегреческий языки и латынь, произведения античных и современных авторов. Благородная красота, природный ум, лоск светского воспитания помогли Марии Стюарт обрести популярность при французском дворе и стать объектом всеобщего восхищения. Художники писали ее портреты, литераторы сочиняли оды в ее честь. Свадьба Марии и Франциска состоялась 24 апреля 1558 года в сердце Парижа. Собор Нотр-Дам и дворец архиепископа Парижского соединили высокой около четырех метров деревянной галереи, по которой должна была пройти свадебная процессия. Галерея соединялась с огромным помостом, выстроенным у входа, и шла дальше внутри самого собора вплоть до алтаря. Над ней тянулся бархатный навес лазурного цвета с вышитыми золотыми геральдическими лилиями. Но с боков галерея была открыта, так что все могли видеть жениха с невестой и тех, кто их сопровождал. Место на помосте заняли иностранные послы и сановники. Простые парижане огромными толпами заполнили все пространство кругом. И праздник начался. Первыми в 10 утра появились швейцарские алибарщики, и полчаса под музыку демонстрировали свое умение владеть оружием. Затем по команде дяди-невесты герцога Гиза, который был распорядителем торжества, появились музыканты в красных и желтых костюмах. После их выступления торжественно двинулась свадебная процессия. Разодетые придворные кавалеры, принцы и принцессы крови, за ними представители церкви. Далее следовал жених, 14-летний Франциск, в сопровождении своих младших братьев, будущих королей Карла IX и Генриха III, а также короля Наваррского. Отец жениха, король Генрих II, вел невесту, а замыкало шествие королева-мать Екатерина Медичи. Пышные торжества длились весь день и навсегда врезались в память тем, кто на них присутствовал. Впрочем, забыть представления, которые разыгрывались перед гостями, действительно трудно. Например, семь прекрасных девушек в роскошных костюмах, которые изображали семь планет, или 25 пони с позолоченной упряжью, на которых ехали маленькие принцы в сияющих одеждах. В честь только что заключенного брачного союза на этом празднике прозвучало немало речей и стихотворений. И главным мотивом было объединение Франции с соседями – Шотландией и Англией. 24 апреля 1903 года родился русский поэт Николай Заболоцкий. Один из самых необычных русских поэтов 20 века появился на свет недалеко от Казани, в семье агронома и сельской учительницы. Любовь к литературе проявилась у него с детства. Уже в третьем классе сельской школы он издавал рукописный журнал и помещал там собственные стихи. По окончании реального училища в городе Уржум в 1920 году Заболоцкий поступил одновременно на филологические и медицинские факультеты Московского университета. Но вскоре переехал в Петербург и там окончил педагогический институт имени Герцог. В городе-на-Неве он вступил в литературный кружок «Орден заумников». Познакомился с молодыми поэтами Даниилом Хармсом и Александром Введенским. Вместе с ними он основал поэтическое объединение, Объединение реального искусства, сокращенно Абариут. Всем членам этого объединения, Абариутам, были свойственные элементы аллогизма, абсурда, гротеска. Эти моменты не были чисто формальными приемами, а своеобразно выражали конфликтность мироуклада. Участие в этой группе помогло поэту найти свой путь. Первый сборник стихов Заболоцкого «Столбцы» вышел в 1929 году. Книга имела шумный и даже скандальный успех. Читатели буквально ошеломили поэтика гротеска и косноязычия, нарушение ритма и метра, шокирующие прозаизмы, откровенная нелитературная стилистика. В своих стихах он развивал мысль о том, что человек должен уничтожить присутствующий в природе жестокость и косность и внести в нее гармонию. В это же время Заболоцкий, как и другие Абариуты, сотрудничал с детскими журналами «Чиж» и «Еж», публиковал стихи, рассказы и очерки. В 1938 году поэт был репрессирован по ложному обвинению. Работал на Дальнем Востоке, на Лесоповале, в карьере, на строительстве железной дороги, на добыче озерной соды. В 1946 году Заболоцкий смог вернуться в Москву. Вновь после многолетнего перерыва он начал писать стихи, много переводил таджикских, венгерских, немецких и грузинских поэтов. Опубликовал стихотворный перевод на современный русский язык «Слово о полку Игореве». В 1950-е выходят стихи «Некрасивая девочка», «Старая актриса» и другие, которые делают его имя широко известным. Заболоцкий увлекался живописью Филонова, Шагала, Брейгеля. Умение видеть мир глазами художника осталось у поэта на всю жизнь. 24 апреля 1918 года в ходе Первой мировой войны произошло первое сражение между британскими и немецкими танками. Первый в истории танковый бой состоялся недалеко от городка Вильер-Бретон на севере Франции. С британской стороны действовали три танка МК-4. На двух из них стояли только пулемёты, на третьем — две короткоствольные пушки. Командовал отделением капитан Дэвид Браун. Англичанам противостояли три немецких тяжёлых танка — А7Ф. Эти машины весили 30 тонн, имели неплохую для того времени броню, но были чрезвычайно неповоротливыми и не могли похвастаться хорошей проходимостью. Вооружение состояло из пушки и шести пулемётов «Максим», расположенных по кругу. Обслуживал эту громадину экипаж из 18 человек. Ранним утром 24 апреля английские танки двинулись по опушке леса, чтобы атаковать наступающую немецкую пехоту. Однако, когда танки приблизились к деревне, навстречу им выползли германские бронированные машины. Обе стороны столкновения не ожидали, но делать было нечего, и танки вступили в самый первый в истории танковый бой. Англичанам вначале пришлось особенно тяжело. Из трёх машин два танка у них были пулемётными, а экипажи были измотаны длительным нахождением в противогазах из-за того, что накануне их позиции были обстреляны химическими снарядами. Таким образом, британцы на первый взгляд уступали германцам в огневой мощи, бронировании и работоспособности танкистов. Но уже в этом столкновении проявились такие факторы, как манёвренность танков, опыт и слаженность экипажей. Интересно, что бой проходил возле позиции английской пехоты и на виду у германской артиллерии. Но ни те, ни другие в нём участие не приняли. Немецкие артиллеристы опасались поразить свои танки, а английские пехотинцы просто не располагали какими-нибудь противотанковыми средствами. Пулемётные танки, получив большие пробоины, были вынуждены отойти в тыл, а пушечный танк продолжил вести огонь. Немецкие машины остановились так, что бой фактически вёл только один из танков, стрелявший с места из пушки и пулемётов, в том числе бронебойными пулями. В отличие от немецких, английский танк постоянно маневрировал. После трёх попаданий у одной из немецких машин был повреждён радиатор. Экипаж сумел отвести его на небольшое расстояние, после чего покинул танк. Пошли назад и два других германских танка, но английский танк не мог их преследовать, так как германская артиллерия начала стрелять и снарядом разорвала у него гусеницу. Тем не менее, поле боя осталось за англичанами. Это давало им все основания считать себя победителями. 24 апреля 1938 года на советские экраны вышла кинокомедия «Волга-Волга». Большая часть съёмок происходила на натуре. Из московского речного порта вышла целая флотилия. На небольшом пароходе памяти Кирова были размещены участники экспедиции. Буксир вёл игровой пароход «Севрюга» и игровую баржу. Из южного порта группа поплыла по Москве-реке и Оке к Горькому, ныне Нижний Новгород, где и начались съёмки. Затем пошли на Каму, где около Сарапула прошли съёмки ряда объектов. Следующий комплекс съёмок находился близ Перми. Здесь, на плотах, съёмочная группа поднялась в верховье реки Чусовой. Затем группа направилась вниз по Каме и по дороге, опять главным образом у Сарапула, доснимали ряд сцен, выплыли на «Волгу» и у «Жигулей» закончили экспедиционную часть съёмок. Фильм «Волга-Волга» стал ещё одним звёздным часом любимицы всех советских зрителей, актрисы Любови Орловой. Её темпераментной и артистичной письмоносице «Стрелки» подражали тысячи советских девушек. Режиссёр Григорий Александров позднее признавался «Это моё счастье, что в фильме «Волга-Волга» снималась любовь Орлова, которая могла делать всё». Замечательной была и игра Игоря Ильинского. В узнаваемом образе, созданном Ильинским, заподозрил пародию на себя даже руководитель кинокомитета Борис Шумяцкий. По свидетельству Любови Орловой, название фильма было взято из русской народной песни «Стень карази». Григорий Александров якобы напевал её, катаясь на лодке вместе с Чарли Чаплином в бухте Сан-Франциско. Чаплин в шутку предложил Александрову назвать его новый фильм «Волга-Волга». Александров отнёсся к этому предложению серьёзно и действительно так и назвал свой новый фильм. Все смешные реплики фильма знал наизусть сам товарищ Сталин. Во время просмотра он, смеясь, хлопал Александрова по колену, а на приёме пошутил с Ильинским «Вы бюрократ и я бюрократ, мы поймём друг друга». Вождь народов так любил фильм, что даже послал копию в подарок президенту США Франклину Рузвельту. По легенде, Рузвельт решил, что шутливая песенка Лоцмана о том, как Америка России подарила пароход, намекает на плохое качество товаров, которые Штаты поставляли в СССР по ленд-визу во время Второй мировой войны. Любопытно, что в 50-е годы из фильма удалили все упоминания Сталина. Кадры с его памятником на канале «Москва-Волга» и даже мелькнувший в одном из кадров большой теплоход под названием «Иосиф Сталин». Летопись веков. Это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok